Метрополии Константинополь, год 1437-й Когда-то Великая Империя на грани краха У врат ее прославленной столицы стоит враг Судьба Константинополя и его императора В руках этого молодого человека Кризис нарастает Город грез превращается в город кошмаров Миссия в Константинополь Блистательные времена Восточной Христианской Империи Константинополя кончились Все ее богатства утрачены Торговые маршруты отрезаны Император лишен прежнего могущества Остается лишь сам огромный город Но теперь и ему угрожает опасность С каждым днем лагерь неприятеля становится все больше Константинополь, являвшаяся когда-то Восточным оплотом необъятной Римской Империи За тысячу лет потерял свое влияние Зато заметно окрепла Мусульманская Оттаманская Империя Сейчас турки начали осаду города Профессор Йоханнес Хелмрат Университет Гумбольта, Берлин Византийская держава свелась к одному одинокому ванпосту Константинополю Захват его турками был всего лишь вопросом времени Византия была слишком слаба, чтобы защитить себя И она обратилась за помощью к Западу Запад не остается безучастным к бедственному положению Константинополя Папа Римский посылает туда своего ближайшего советника Николая Кузанского Но согласие помочь не столь бескорыстно В течение 700 лет церковь в Константинополе была отделена от европейского христианства Теперь папа настаивает на том, чтобы она отказалась от своей независимости Профессор Арне Эффенбергер, Институт Византии, Берлин Если они хотели получить помощь, они должны были пойти на заключение унии Они оказались между двух огней С одной стороны от них требовал покорности Папа Римский С другой им угрожала Атаманская империя Последние византийские императоры жили в смутные времена Если кто-то может положить конец вековому недоверию, разделявшему Константинополь и Рим Так это Николай Кузанский Благочестивый католик Он также крупный ученый, философ, юрист и дипломат Теперь от него зависит будущее города, который когда-то считался самым желанным на свете Города, которым восхищались и которому завидовали Находящийся на перекрестках между Европой и Азией Константинополь Контролировал взаимоотношения между Востоком и Западом Сама природа как будто указала место для столицы В бухте Золотой Рог, на берегах которой раскинулся Константинополь Собирались суда со всего света В средние века странствиям по суше долгим и опасным предпочитали путешествия морем И именно морем отправляется из Италии в Константинополь Кузанский Он делает остановку на Крите, чтобы забрать 300 лучников в дар для императора Он пребывает в легендарный город через два долгих месяца Профессор Роберт Остерхаут, Иллинойский университет Соединенные Штаты Америки В поздневизантийский период путешественники, приезжавшие в Константинополе с Западной Европы Описывали его не как огромный космополитический город, а скорее как несколько городков И в каждом из этих городков была своя администрация, своя знать, свой монастырь Когда Кузанский наконец приезжает в Константинополь, ему предлагают остановиться в монастыре Даже для ортодоксальной церкви он достойный уважения религиозный деятель Это его первый визит в Константинополь И он намеревается совместить свою миссию с исследовательской работой В Европе восточные традиции часто замалчиваются Но здесь к его услугам весь мир восточных знаний и идей Кузанский собирает манускрипты И у него уже есть карта Константинополя, настоящее сокровище Многие из этих бесценных манускриптов дошли до наших дней Их бережно охраняют, эти связующие нас с миром прошлого нити Здесь, в Дюссельдорфском университете, находится карта Буон-дель-Монти Лучшая из уцелевших карт Ее нарисовали в 15 веке И она дает отличное представление о том, как выглядел Константинополь 600 лет назад Карта поблекла, но при этом сохранила четкость Она настолько подробна, что и сейчас можно узнать больше сотни запечатленных на ней зданий Профессор Макс Пласман, Дюссельдорфский университет Это необычный взгляд на Константинополь Это первый вид как бы с верхней точки над городом Карта настолько точная, настолько детально изображает Константинополь таким, каким он был в году 1480-м или 90-м Что можно сделать вывод, создавший ее жил в Константинополе или, по крайней мере, был хорошо с ним знаком И она дает нам представление об архитектуре того времени, чего не делают другие карты В Стамбуле осуществляется важный исторический проект Его цель – создать компьютерную реконструкцию средневекового города Уже не в первый раз археолог Ян Костинец отправляется в полет над городом Он ищет то, что можно увидеть только сверху Ян сравнивает то, что он видит, с копией карты Буон-дель-Монти Ян Костинец, Пражский университет, Чехия Мы приближаемся к стенам Константинополя И к месту, где стоял дворец Мы где-то рядом, на карте это не показано Видна? Айя София, построенная императором Юстинианом I в 532 году Сейчас, когда Ян летит над городом, карта Буон-дель-Монти как бы оживает Менее видны в современном городе древние оборонительные сооружения Главная забота в 15 веке Оборонительные сооружения всегда интересно изучать Их возводили тогда, когда вы каждый момент должны быть готовы к нападению В начале 16 века, когда угрожали турки, когда город постоянно находился в осаде, длившееся вплоть до морского сражения Прилипанто Похоже, итальянцев очень интересовали оборонительное укрепление города Где они были прочнее всего, где стояли пушки Поскольку они намеревались вторично захватить Константинополь Сверху отчетливо видно, что Константинополь был построен как крепость Легендарные стены города были возведены на века Они тянутся более чем на 20 километров Вы видите двойную систему фортификаций Константинополя Она была возведена в начале 5 века И она есть на карте Буон-дель-Монти Стены защищали город от нападений на суше Но не было забыто и море Гавань защищали огромные ручной работы Железные цепи 750 метров длиной Они весили около 30 тонн Это был главный барьер на пути вражеского флота Судя по всему, цепи держали баржи и бакены Когда городу угрожала опасность Цепи протягивались у входа в золотой рог, полностью его закрывая Цепи, лежавшие почти на поверхности воды, были препятствием Которое не могло преодолеть ни одно средневековое судно Вкупе со стеной на суше Цепь в море делала Константинополь поистине неуязвимым Тем не менее, даже этих могучих укреплений не хватит Чтобы спасти город от оттаманского нашествия Которое угрожает ему сейчас Прибывший во дворец императора Кузанский понимает, что время дорого Но хотя расточительное великолепие двора кануло в прошлое Тягостные формальности все еще существуют Даже для эмиссара с личной печатью Папы Несмотря на срочность своей миссии Кузанский вынужден томиться в ожидании аудиенции Он чувствует, что это нечто большее, чем сложившийся порядок Вокруг него плохо скрываемая атмосфера подозрения и враждебности Снаружи на улицах признаки упадка Исчезли богатые купцы, хорошо одетые дамы Нет той красочной толчьи, которой когда-то славился Константинополь Вместо этого нищета и руины Город все еще носит шрамы, оставшиеся после четвертого крестового похода Более двухсот лет назад Венеция в то время, сама обладавшая немалой силой, завидовала богатству и независимости Константинополя Именно Венеция убедила европейских крестоносцев В очередной раз собиравшихся в поход на Иерусалим Изменить свои планы И вместо этого двинуться на своих братьев-христиан в Константинополе В городе были изменники С их помощью крестоносцам удалось неожиданно ворваться в него через ворота После чего началась варварская оргия Многие выдающиеся произведения искусства были уничтожены или украдены Так называемый четвертый крестовый поход мало напоминал предыдущие Это был лишь повод для истребления и грабежа Религиозные мотивы имели к происшедшему отдаленное отношение Цель была одна – уничтожить сильный город на берегах Босфора Большая часть добычи рыцарей хранилась здесь В монастыре Пантократора, построенном в XII веке Монастырь состоит из двух связанных между собой церквей и часовней Его масштабы впечатляют Больше лишь Айя София Хотя интерьер монастыря нуждается в реставрации Это было одно из немногих сооружений, уцелевших после вторжения захватчиков Но интерьер был осквернен Венецианцы не питали уважения к византийцам и их религиозным святыням Монастырь был настолько лакомым куском недвижимости, что тогда, в 1204 году, венецианцы прибрали его к рукам и сделали что-то вроде штаба на все время латинской оккупации Некоторые из вещей, принадлежавших монастырю, оказались потом в Венеции, что неудивительно, конечно Но венецианцы в этот период проявляли заботу о монастыре, поскольку он был их официальным штабом Прошло более 50 лет, прежде чем венецианцы были изгнаны из города К тому времени разлад между европейской и восточной ветвями церкви был ощутимее, чем когда-либо Константинополь уже не стал прежним Его слава поблекла Его военная мощь оказалась уязвимой Несравненное художественное наследие было уничтожено Ян Костенец и его коллега Тайфун Онар создают компьютерную модель города Золотого века до нападения крестоносцев Это сегодняшние развалины дворца Таким он был когда-то Дворец, построенный первым византийским императором Константином, был одним из чудес того времени Помимо всего прочего, он должен был еще и поражать воображение Гости попадали в царство неслыханной роскоши, невиданного великолепия Тайфун Онар, археолог Стамбул Цель нашего проекта, который называется «Византия 1200-й» Создать научно-точную модель исторического Стамбула Работа началась в 1994 году В 1990 году я посетил Италию И увидел там модель Древнего Рима Двухтысячелетней давности Она произвела на меня огромные впечатления И я подумал, что хорошо бы создать подобную модель Стамбула Большая часть дворца находится теперь под землей, а не на ней В подвалах дворца Тайфун и Ян занимаются нелегкой задачей Воссоздание облика средневекового Константинополя Их работа основана на тщательных расчетах Данные о сохранившихся остатках, современные документы И труды археологов и ученых со всего мира Должны стать основой для компьютерной модели Это совокупность всего, что мы на сегодняшний день знаем Постепенно чудеса прошлого обретают форму В 1437 году дворец уже лежит в развалинах Кузанский приходит в новый, гораздо менее пышный дом императора Цель Кузанского – пригласить императора в Италию для встречи с папой Дав на это согласие, император, являющийся главой ортодоксальной церкви Получит от Европы помощь для борьбы с турками Но при этом проиграет длящуюся не один век войну с церковью в Риме Атмосфера при дворе наэлектризована Многие считают, что союз с Римом немногим лучше, чем поражение от Атаманской империи Мир с Римской церковью может спасти Константинополь от вторжения турков Но он может привести и к бунту в городе Император решает не принимать решения Эта отсрочка дает Кузанскому возможность изучить город И посетить наиболее знаменитые достопримечательности Константинополя Представшая перед Кузанским Айе София уже 900 лет Каким-то образом она осталась нетронутой временем, войнами и крестоносцами Это центр ортодоксальной веры Коронационная церковь византийских императоров И самая знаменитая из оставшихся жемчужин Константинополя Сегодня интерьер Айе Софии, теперь музея, по-прежнему поражает Знаменитый купол в 31 метр шириной Кажется парит на высоте в 56 метров На строительство Айе Софии ушло лишь 5 лет и 10 месяцев Стены храма были покрыты великолепной мозаикой Через 1500 лет здесь ведутся реставрационные работы Здесь нужна твердая рука Терпеливый нрав И отсутствие страха высоты Профессор Ангин Акюрек, Стамбульский университет Купол выложен стеклянной мозаикой примерно 6 века Есть мозаика, которая кажется золотой или серебряной Это два слоя стекла, между которыми слой серебра или золота Синяя, зеленая или красная мозаика – это чистое стекло Мозаика 6 века совершенно уникальна по мастерству, с которым она сделана Каждый квадратный метр содержит ровно 180 отдельных плиток Первоначальный купол Ай-Есофии был поврежден во время строительства в результате землетрясения Но случившееся имело скорее положительные последствия Восстановительные работы не только увеличили размеры купола Но и способствовали значительному укреплению храма в целом Расчеты 6 века сберегали Ай-Есофию от землетрясений на протяжении почти полутора тысячелетий В Бернском университете профессор Фолкер Хоффман и его команда Пытаются понять, что именно использовали строители Даже при сегодняшней технологии храм кажется чем-то загадочным и непостижимым А ведь Ай-Есофия была построена в начале 6 века За сотни лет до возникновения современных методов строительства Как архитекторам удалось это сделать? Первоначальные планы строительства так и не были найдены Сохранилось очень мало достоверных сведений Одно было известно точно Величественный храм задумывался как образ духовного мира Фолкер Хоффман, Институт истории искусств Берн Цель нашего исследовательского проекта – воссоздать первоначальный дизайн Ай-Есофии В первую очередь геометрический аспект Сохранились грубые эскизы архитекторов, когда идея огромного купола только еще созревала Но для того, чтобы сделать свою мечту реальностью Они должны были решить геометрическую головоломку Чтобы измерить и смоделировать храм Команда Хоффмана пользовалась лазерной техникой С помощью компьютеров им удалось открыть лежавший в основе дизайн Простой и в то же время хитроумный Его суть в аналемме – астрономической фигуре, сочетающей квадрат и круг Это основа дизайна Ай-Есофии с ее горизонтальными и вертикальными проекциями Архитекторы должны были это просто развить И они это сделали с помощью всего лишь кронциркуля и линейки К первоначальному дизайну ничего нового добавлено не было Этот дизайн не только сделал храм более устойчивым Он помог увеличить его пропорции Ай-Есофия должна была выразить не только величие Бога Но и связь между Господом и империей Ай-Есофия строилась как императорская собственность и как церковь патриарха И то и другое олицетворяют божественные силы, которые правят миром И это то, о чем должны были помнить архитекторы Но что именно храм мог выражать? Только космос в конкретной форме Так же, как это отражалось еще в нескольких сооружениях на Востоке Минареты, стоящие по четырем углам Ай-Есофии, были построены позднее При султане Без них все смотрелось примерно так Для средневековых ученых, подобных Кузанскому Связь между космологией, геометрией и архитектурой была очевидной И Ай-Есофия великолепно воплощала это сочетание земного с духовным Кузанский не мог увидеть Константинополь в его прежнем величии Но одно удивительное сооружение во время его визита По-прежнему твердо стояло на месте В силу чисто практических соображений Мы приближаемся к Акведу Кувалента Он был возведен, вероятно, в конце четвертого века По нему шла вода из района Ризы В 120 километрах к западу от Стамбула И вода эта предназначалась не только для повседневных нужд Но и для античных бань Снабжение водой было потенциальной ахиллесовой пятой древнего города Так как он был почти полностью окружен морем Но в Константинополе была создана великолепная надежная система По Акведу Куваленту приходила вода 400 километров труб вели ее по городу А система подземных резервуаров надежно ее хранила Вода поступала из источника, расположенного за пределами города Иногда возникали проблемы, связанные с повреждением труб Но они решались с помощью резервуаров, в которых вода хранилась Находящиеся под городом резервуары Могли бы соперничать с архитектурными сооружениями наверху Это Еработан-сарай Или дворец, провалившийся под землю Он огромен, 140 метров в длину, 73 в ширину Потолок опирается на 336 колонн Эта элегантная пещера кажется слишком роскошной для водохранилища Но когда город сталкивался с длительной осадой От этих резервуаров зависело, что ждет его Жизнь или смерть, победа или поражение Сейчас город в осаде и императору Иоанну Восьмому необходимо решить стоящую перед ним дилемму Как государственному деятелю ему следует принять приглашение папы и попытаться с его помощью дать отпор атаманской империи Но он еще и глава церкви, которую этот компромисс унизит Оппозиция при дворе активизируется Один из адмиралов уже открыто заявил Пусть лучше в городе будет Тюрбан, чем Митра Папы Пока императора терзают сомнения, Кузанский ждет Каждый день он ходит по городу, безуспешно пытаясь найти статуи и изящные здания, когда-то украшавшие город Даже знаменитый ипподром стоит наполовину разрушенный Лишнее доказательство заката былого величия Заполнявшие его когда-то возбужденные толпы не более чем воспоминания В течение первой половины 15 века город был весьма скучным местом На местном ипподроме фактически ничего не происходило То есть он вроде бы существовал, там сохранялись почетные места для знати Но конные игры, турниры, гонки на колесницах – все это было в прошлом Когда-то любимым времяпрепровождением были и азартные игры Археологи, работающие на месте ипподрома, нашли реликвии тех дней, когда здесь был центр развлечений Константинополя Это что-то вроде древнего игрового автомата, имитирующего бега с четырьмя лошадьми Его остатки сейчас почти невидимы Но когда-то ипподром был едва ли не главной достопримечательностью Построенный в четвертом веке, он был главной гордостью императора Константина Демонстрацией мощи и богатства империи и ее новой восточной столицы Его длина превышала 400 метров, и он был продуман до единой детали Ложа императора даже соединялась с тоннелем, ведущим во дворец Для тайфуна и Яна реконструкция ипподрома была сопряжена с немалыми трудностями Не сохранилось ни одного изображения ипподрома в первоначальном виде Но остатки сооружения по-прежнему существуют В компьютер можно было также заложить результаты, полученные археологами в ходе раскопок Потом все это можно было сравнить с различными описаниями ипподрома в период его наибольшей популярности Что же получилось? Нас интересовало, насколько точны исторические данные Согласно данным тех лет, ипподром вмещал 30 тысяч человек С помощью компьютерной модели я сделал следующее Я измерил все сидячие места на ипподроме Отделил их одно от другого на 50-60 сантиметров С тем, чтобы было удобно сидеть И с учетом длинной трибун у нас получилось около 33 тысяч мест То есть это вполне совпадает с историческими сведениями Над входом возвышалась знаменитая бронзовая квадрига Позднее ее похитили венецианцы Ипподром был местом, где люди становились свидетелями важнейших событий Коронаций, праздников Здесь мчались колесницы и здесь казнили Сегодня о прошлом напоминают лишь обелиски Время идет, но император по-прежнему безмолвствует Николай Кузанский предпринимает свои дипломатические ходы Он устанавливает контакт с лидерами ортодоксальной церкви Среди них архиепископ Бессарион Один из ближайших советников императора Оба принадлежат к противоборствующим ветвям церкви Тем не менее, у них много общего Бессарион тоже хочет видеть церковь единой А Константинополь спасенным от мусульманских захватчиков Этот город – мечта ученого Его уникальное расположение обеспечивало контакт с Востоком Не один век велась торговля Но оттуда поступали и идеи, изобретения, различные навыки и языки Библиотеки переполнены редкими манускриптами Медицинскими, научными, теологическими Это чудеса, о которых Кузанский слышал, но едва ли надеялся увидеть Ко многим из них на Западе относятся с подозрением Но у Кузанского открытый, пытливый ум И в течение этого короткого визита он хочет узнать как можно больше Бессарион показывает ему инструменты и тексты для изучения взаимного расположения небесных светил Астрономия вызывает у Кузанского особый интерес На улицах Константинополя ходят слухи о надвигающейся беде Жить все тяжелее Атаманские армии уже отрезали часть торговых маршрутов Те, кто могли уехать, уже это сделали Остаются лишь люди победнее Город утратил прежнюю силу И император не может сбросить это со счетов В его распоряжении лишь 7 тысяч солдат 2 тысячи из них – наемники Атаманские армии насчитывают более 100 тысяч человек Как бы сильно ни был укреплен город Неравенство сил пугающее Противостояние здесь, в Константинополе Отражает изменение равновесия между христианским и мусульманским миром Впервые Западу приходится отнестись к исламу всерьез Кузанский купил редкий перевод Корана Он намерен заняться изучением этой религии Впрочем, такое желание возникает у все большего числа западных ученых Некоторые западные интеллектуалы начали понимать, что их воинственный настрой ведет в никуда То есть настало время обратиться к теологии, к другим религиям И даже вступить с ними в диалог Присутствие турок в Греции и на Балканах проложило туда дорогу ислам Новый подход к востоку был по душе кузанскому Он ратовал за сосуществование самых разных религиозных взглядов Коран – лишь один из редких манускриптов, приобретенных Кузанским в Константинополе Большая часть его уникальной коллекции дожила до наших дней Но, ожидая решения императора, Кузанский узнает о новой угрозе его миссии У Папы были враги и в Италии Многие представители Римской Церкви не желали, чтобы план Папы осуществился Чтобы помешать Кузанскому, они послали в Константинополь свою делегацию Стратегия этих посланников проста Убедить императора в том, что Папа не предоставит ему военную помощь Даже если получит согласие на свое предложение Они рекомендуют Иоанну Восьмому сказать Кузанскому «нет» Но их совет лишь усиливает сомнение императора Перед императором Иоанном Палеологом стоял нелегкий выбор Он мог обрести союзников в борьбе с Турцией, только объединившись с Западом Но против этого были многие его епископы и теологи Но несмотря на то, что сторонники этого альянса были в меньшинстве Среди них были едва ли не самые видные религиозные мыслители Они понимали необходимость этих стратегических уступок И их знаменосцем был никто иной, как сам архиепископ Бессарион Для Бессариона выбор был очевиден Константинополь должен любой ценой остаться христианским И раскол внутри церкви нужно ликвидировать Турки по ту сторону городских стен тоже выжидали Их армия, окружившая Константинополь, ежедневно пополнялись людьми и вооружением Они не спешили нападать, рассчитывая, что город капитулируют, не вступая в бой Даже уверенные в своей силе турки понимали, с каким городом имеют дело Константинополь привык к длительным осадам С тех пор прошло почти 600 лет А знаменитые стены Константинополя по-прежнему стоят, обозначая границы города И сегодня о них бережно заботятся В средние века это было главное звено в обороне города Стены не могли пробить даже венецианские крестоносцы Они проникли в город лишь после того, как ворота открыли предатели В 1437 году у императора было мало ресурсов Но все, что он имел, шло на укрепление стен Мощными стены делала их хорошо продуманная структура Стен было две За ними шел ров Над стенами возвышались 98 башен С которых можно было увидеть приближающегося врага Могучие стены оберегали такие сокровища, как монастырь Хора Оазис среди окружающего уныния По мере того, как угасала надежда на возрождение империи Росла тяга к религиозной жизни Эрдин Гёкче, музей Айя София, Стамбул В последний период Византии, особенно в Константинополе Значительно возросло количество монастырей Возможно, сказывалось безнадежное положение империи Ведь все земли в Анатолии были потеряны Как-то поддержать людей могла лишь религия И еще воспоминания о славном прошлом Стены монастыря Хора украшены мозаикой Согласно верованиям Восточной Ортодоксальной Церкви Образы святых предполагали их реальное присутствие Сооружение, подобное хоре С огромным количеством изображений святых Было поистине убежищем в это тяжелое время ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Борьба за влияние внутри средневековой церкви, Длившаяся последние 700 лет, близка к развязке Первоначальные разногласия, разделившие церковь, Они были связаны с разночтением какой-то строки в Библии, Утратили смысл под напластованиями Тщеславие и злобы Сейчас за проблемой раскола стоит вопрос жизни или смерти империи По мере ожидания нарастает напряжение в городе Кузанский впрямую сталкивается с проявлениями агрессивности КОНЕЦ Кузанский остается в живых, но для него ясно, время сходит на нет Бессарион вновь делает попытки убедить императора Но Иоанн Восьмой, хорошо знающий о мятежных настроениях при дворе По-прежнему медлит с ответом Судьба великого города висит на волоске Примет ли император предложение папы, чтобы сохранить Константинополь христианским? Восстанет ли против него собственный двор? Сможет ли папа сдержать обещание помочь? И если да, то хватит ли его помощи на то, чтобы дать отпор туркам? Мучительным раздумьям приходит конец Император принимает решение отстаивать христианство Он дает согласие на приглашение папы Двор возмущен, но этим дело и ограничивается Протестующую делегацию к императору просто не пускают В Феррари, а потом во Флоренции При содействии папы римского Был образован согласительный совет В результате переговоров, продлившихся более года Был подписан договор, по которому среди прочих условий Папа признавался наивысшей властью Но греческое православное духовенство Пошло на это только под давлением императора Впрочем, оно не могло игнорировать и реальную ситуацию По возвращении в Константинополь Большая часть патриархии отказалась признать договор Его ратификация состоялась только Когда турки вплотную подошли к стенам города Бессарион же остался на западе Став впоследствии кардиналом римской церкви Миссия Кузанского закончена Пора покидать Константинополь Здесь он обрел новые идеи Новые сокровища И в лице Бессариона Нового друга на всю жизнь Отсюда Кузанский с императором И двадцатью восьмью архиепископами Отправится в Италию к папе В его долгой и успешной карьере Это один из самых значительных моментов Кузанский с честью выполнил свою миссию Но цель, ради которой он так упорно трудился Достигнута не была Запад оказал императору помощь Но она была слишком незначительна И к тому же запоздала Турки захватили Константинополь Решающий удар по столице Византии Был нанесен 29 мая 1453 года Но вскоре последовало возрождение города Мехмед II сделал его своей новой столицей Новым геополитическим оплотом И последующие султаны Такие как Сулейман Великолепный Способствовали еще большему расцвету Стамбула Это был конец христианской империи Но и начало нового города Константинополь, ставший Стамбулом Снова превратился в процветающий центр торговли и коммерции Вновь вернувший себе репутацию Космополитического сердца региона Хотя Айя София стала мечетью Великое христианское искусство и архитектура города Были сохранены Терпимое отношение к другим расам и религиям Сделало Стамбул желанным местом для ученых и художников Золотой город на Босфоре Так долго являвшийся местом встречи Востока и Запада По сей день выполняет свою непростую и важную миссию Авторы сценария и режиссеры Манфред Баур и Ханнес Шулер Операторы Дитрих Мангол и Райнер Хартман Фильм озвучен студией Кипарис По заказу ГТРК «Культура» Фильм озвучен студией Кипарис Фильм озвучен студией Кипарис